Я, по-моему, Александр Николаевич пришел на урок наш физической культуры, ну, там, выбирал парней, а меня не выбрал сразу. И вот в конце тренировки мой классный руководитель тогда сказал, что я вот очень энергичный, быстрый, ну, невысокий, ну, возьмите, попробуйте, как он, что? Все, я радовался, что меня все-таки взяли, позвонили, сказали, когда тренировка, я пришел на первую тренировку и забыл кроссовки. Ну, и Федор Николаевич сказал, сиди, наблюдай. Ну, и мне понравилась атмосфера там, я занимался тогда параллельно футболом, и там не было такой атмосферы, что вот тренер пришел, мы сразу, парни начали играть в баскетбол, и там кто-то не получалось, но было очень весело. Ну, я сказал себе, что я обязательно научусь играть в эту игру. Максим по большому счету делал себя сам, то есть ему давали упражнения, он их пропускал через себя, он их делал, он выполнял, выполнял их с головой. И как бы с большего, ему нужен был тренер, чтобы только направлять его правильно. Дальше все зависело от него. Он, в принципе, это делал. Ему два раза повторять не надо было. Первое такое, ну, значимое соревнование для меня, это мы выиграли первое золото, и в финале играли с Минском 2006. Выиграли тогда, и я в финальной игре как бы забил там очков 8, но это было очень много для меня. Вот. Я сразу на радость всех с кубком поехал к маме, помню. А второе соревнование, Фён Николаевич куда-то уезжал, наверное, с Багуиром или что, и осталось Лидия Владимировна. И у нас тоже был ослаблен состав, я тогда забил очков, может, 20. Я помню, мы после выходных пришли на тренировку, я захожу за мячами, ну, в каморку. Фён Николаевич говорит, мелкий, как ты так забил? Ну, вот, А Лидия Владимировна просто поверила, как бы сказала, обыгрывай. Вот, получилось. Ну, вот это два-три таких соревнований, которые, как бы, и сейчас у меня в памяти. То есть, в нужный момент появились люди, которые помогли поверить в себя и поверить, что могу с маленьким ростом играть в эскинбол. Действительно, очень мелкий был. Мелкий такой, хлипенький сразу, да. Но вот это желание его и работоспособность, она очень сильно подкупала. Я ему всё время говорила, Макс, вот я верю в таких людей, как ты, и не важно, что ты маленького роста, должно быть, вот ты должен доказать себе и мне, что ты можешь, что я не зря в тебя верю. Я ему, вот, ну, не знаю, наверное, каждый раз ему говорила, что я верю в тебя, верю, даже если всё не получалось. Он мог прийти просто там один на один что-то сказать, ну, вот не получается, вот тренер меня ругает. Я говорю, нет, всё получится, надо работать, работать, работать. В твоём случае ты должен работать больше всей команды. Вот. И действительно, он, ну, своей роботоспособностью доказал, что он может быть лучшим. Он был очень компанейский мальчишка, да, и в лагерях, и на сборах, и на соревнованиях. К нему можно было обратиться. Он сделает всё, не надо было просить два раза. То есть, отдача, вот, как тренером, нам было очень приятно с таким человеком работать, потому что, действительно, это не «ммм, я не буду, я не хочу». Нет. Это тренер сказал, я буду делать. Фёдору Николаевичу им каждый день. Мы начинали с того, что у нас было полчаса собрания, на котором и в конце тоже эти же полчаса, на котором мы рассказывали, что в первую очередь вы должны быть людьми. Очень много, ну, каких-то жизненных историй приводилось, моральных принципов. И я думаю, до сих пор ребята говорят моими фразами. Я им тогда говорила это. Да, я говорю, все эти выражения вы запомните и будете говорить. Вот, когда станете старше, вы поймёте, о чём я вам говорю. Холодная голова и что? Горячее сердце. Да, вот. То есть, ну, вот тут… Да. То есть, я ему всегда говорила, что ты первый номер, у тебя должна быть холодная голова. Никогда не заводись, никогда не… Ну, вот, не поддавайся этим эмоциям. Потому что, если ты начнёшь поддаваться эмоциям, всё, ну, ты заведёшь команду, а ты первый номер, ты должен быть с холодной головой, то есть, рассудительной. И, в общем-то, ну, как бы, вот немножко даже и получается уже. Я думаю, что это не пределы, что должен дальше. Знаете, действительно, когда вот Макса позвали в первую команду уже, ну, самую, что ни на есть, лучшую команду в нашей стране, я говорю, ну, дай бог. Помнишь, я тебе даже как-то ещё писала, что всё зависит от тебя, и как ты будешь работать, так оно всё и получится. То есть, периодически ему подписываю. Я знаю, что ему нужна поддержка, он любит, чтобы ему… В него верили. Но он действительно достоин того, чтобы в него верить. Мы следим постоянно за ним, помним его сумасшедший трёхочковый в игре с ЦСКА в этом сезоне. Это был один из лучших и ярких моментов для нас. Он очень открытый, коммуникабельный и целеустремлённый. Талант – это всего лишь 15 процентов. Всё остальное – работоспособность. И не будь он такой работоспособный и целеустремлённый, ничего мы не достиг. Мы гордимся им, и я очень рад, что мне довелось поработать с ним. Наверное, самый большой и самый важный аспект его характер – это его характер. И боец с большой буквы. И каждый шаг удавался ему непросто. И просто видя, как он преодолевал все трудности в своей карьере, в своём становлении. Характер – супер пример для всех остальных. Фейн Николаевич говорил, что я не обещаю из вас вырастить чемпионов, но хорошими людьми вы будете. Это такое, что заело у меня. И до сих пор держится в голове. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok